Добрый день, меня зовут Александр Алтухов, я председатель межрегиональной общественной организации «Новгородская земля». Наша организация занимается увековечиванием памяти павших защитников Отечества через проекты, направленные на работу в архивах Министерства обороны и благоустройства воинских захоронений. Эта деятельность направлена на то, чтобы родственники погибших на Великой Отечественной войне солдат, наших защитников, могли найти своих утраченных героев, которых они потеряли, которые пропали без вести. Благодаря нашей работе они их находят в списках увековеченных на воинских захоронениях в Городской области. Это если мы говорим о том, для кого конкретно мы работаем. На средства фонда президентских грантов, проект, который мы реализовали, нам удалось сделать несколько очень фундаментальных вещей. Первое – это создать базу данных воинских захоронений. Это очень необходимая вещь, которая позволяет оперативно искать погибших солдат по именам, уже теперь даже на каждом войском захоронения Новгородской области. Дальше нам удалось создать рабочую группу, привлечь специалистов, которые большое количество воинских захоронений выверили, то есть провели сверку имен павших защитников Отечества в архивах Министерства обороны. Что позволило за несколько лет порядка 150 тысяч имен наших павших солдат увековечить нами в реальных конструкциях. Это огромное количество персоналей, и мы считаем, что мы, конечно, теперь эти погибшие воины вернулись наконец-то с войны домой. Планы мы, конечно же, свои перевыполнили. Проект реализован очень успешно, чему мы очень рады. Благодаря поддержке фонда президентских грантов, конечно, изменилась качественная составляющая нашей работы, потому что мы смогли, так сказать, благодаря этой поддержке более продуктивно работать. Мы смогли создавать некие продукты, условно говоря, потребителями которых, благополучателями которых являются наши люди, наше общество, это социально значимые проекты. Кроме того, благополучателями являются и администрации, и муниципалитеты Новгородской области, потому что та же самая база воинских захоронений, электронная, она размещена на каждой странице каждого муниципального района или округа нашей области, что позволяет часть нагрузки, попадающей на плечи муниципалитетов, снимать автоматически, потому что люди делают запросы, и благодаря этому баннеру на странице муниципалитета они заходят на наш сайт и видят все захоронения и всех бойцов, захороненных и уековеченных на территории Новгородской области. Это очень важно. Какие изменения, так сказать, понесли, происходят для непосредственно людей, в жизни людей? Ну, я уже сказал, что теперь любой человек, который ищет своего погибшего и пропавшего в бедности родственника, может, благодаря нашей работе на территории Новгородской области, заходить на наш сайт, видеть эту информацию отображенную, ну и самое главное, что по федеральной целевой программе эти захоронения благоустраивают. То есть наш проект является предтечей этого процесса благоустройства, и в одном процессе мы существуем. То есть сначала мы выверяем это воинское захоронение, передаем муниципалитеты списки, которые нужно увековечить, и дальше совместными действиями мы этот проект реализуем, и захоронение благоустраивается. Для примера, в среднем более чем на 50% эти списки разнятся. То есть было у нас 100 человек на воинском захоронении зарегистрировано, а стало 150. Но зачастую бывает, что и было 6 тысяч, а стало 26 тысяч. Вот такие тоже страшные цифры существуют. Без поддержки фонда, несомненно, мы тоже этим занимались, как и занимались ранее, как и будем заниматься и в следующие годы, но не будет такого масштаба, и не было бы такого размаха, и такого, конечно же, результата. Результата очень серьезного и очень важного для населения не только Новгородской области, но, повторюсь, и даже не России, а и других стран ближнего зарубежья, жители которых погибали здесь в нашей земле. Это и казахи, это и узбеки, это киргизы, это прибалты, это очень много людей, которые защищали нашу Родину в те годы Великой Отечественной войны. Хотелось бы, конечно, посоветовать тем, кто впервые задумывается о процессе получения гранта и поддержки своего проекта, фонда президентских грантов, ну, во-первых, не думать о том, что это тяжелая история с написанием проекта. Писать проект нужно и можно, это делается совершенно несложно, главное, чтобы в команде были профессионалы, либо самим нужно развиваться. И, конечно же, на выходе вы всегда получите процесс анализа вашего проекта. Если проект одобрен, вперед к реализации, если проект не одобрен, то вы сможете разобрать, почему так происходит, да, и что нужно дополнить. Огромное количество различных учебных материалов, встреч в интернете, обучающих каких-то вебинаров происходит регулярно. И любому человеку, который хочет реализовать свой проект, эта информация открыта и доступна, поэтому я желаю всем успехов и удачи в написании и в реализации очень важных социально значимых проектов. Большое спасибо, всего хорошего.